Всем привет, друзья! С вами Авраменко Дмитрий. И сегодня у нас случилась очень удивительная история. Второй механик уехал с утра домой, и приехал у него сменщик. Поселили мы его, как обычно, в пайлотскую кабину. Это кабина Лоцмана, там где я жил, когда приехал на борт. Можете посмотреть старые видео. И у меня сейчас есть нереальная возможность снять и показать вам, как живет второй механик здесь на судне. Так как новый человек еще сюда свои вещи не перевез, есть такая возможность, почему ей не воспользоваться. Я чисто случайно шел с мостика, увидел, что открыта кабина, и здесь еще никого нет. Поэтому для вас, ребята, новый обзор каюта второго механика на судне, на котором я сейчас работаю. Поехали! Второй механик живет на последней палубе. Сверху над ним мостик. Есть гидрокостюм, спасательный жилет. Точно такой же шкаф, который вы видели в каюте у матроса первого класса. Если посмотреть каюту с этой стороны, то сразу можно увидеть, что она меньше, чем у матроса первого класса. Так что, ребята, то, что я вам и говорил. Не всегда на судах каюты соответствуют вашей должности. Единственное, что отличает второго механика от, допустим, другой любой каюты, это то, что у него присутствует вот такая аларм-панель. То есть, если срабатывает какой-то аларм в машинном отделении, вторую механику он может прочитать, что произошло, почему сработал аларм, и должен идти в машинное отделение, квитировать его, ну и разбираться, в чем дело. Ну, как-то очень тесно. Я вот захожу, и вот как-то с этой стороны кровать, сразу вот я в проходе стою, у меня между кроватью и столом буквально полметра. Я не знаю, как так получилось, что у второго механика до такой степени маленькая каюта. Когда у всех остальных, там у капитана три комнаты, у меня две комнаты, у него одна и такая маленькая. Я не понимаю. Но, наверное, китайцы думали, что второй механик на этом судне не будет долго находиться в каюте, что в основном он будет все время проводить в машине, но это шутка. В этой стороне у нас есть холодильник, но хоть в этом его не обделили. Холодильник, в принципе, точно такой же, как и у меня в каюте, небольшого размера. Иллюминатор у нас выходит на левый борт, на Rescue Boat Deck. Кстати, заметьте, этот иллюминатор, он не открывается. И я, опять же, не понимаю, почему так сделали. Вот еще один иллюминатор. Он у нас открывается. Можно проветрить каюту. Но, опять же, вы здесь спите, да, и открываете иллюминатор. То есть, ты хочешь поспать, допустим, чтобы свежий воздух у тебя был в каюте, и на тебя это все будет дуть. То есть, можно продуть себе спину, да, шею. В общем, опять, ну, вообще неудобно. Я считаю, что должен был быть этот иллюминатор открывающийся, а этот нет. Тогда логично. Ты его открыл, да, немножко, и ветер, получается, задувает там сквознячком. Ну, и получается у тебя свежий воздух, и все тебя устраивает. Ну, вот такая ситуация с вот этой вот кроватью и открытым иллюминатором, когда он дует на тебя как-то вообще не очень. Также я не понимаю, какой смысл от двух вот этих дуек, да. Такая маленькая каютка и две дуйки. Зачем? Я не понимаю. То есть, вот в этой каюте очень много у меня вопросов. Именно вот постройки данной каюты. Почему китайцы решили сделать ее такую маленькую для второго механика? Напичкали какой-то непонятной тысячи дуек. Зачем тут две дуйки, когда здесь с головой одной хватит? И я не понимаю, почему иллюминатор открывается прямо возле кровати, и этот не открывается. Почему они не сделали, чтобы открывалось два иллюминатора? Ну, то есть, как-то, я здесь ни разу не был, и как-то у меня очень много вопросов. Дальше, гальюн. Это туалет, душевая. Точно такая же, как и во всех других каютах. Всем привет! Подписываемся на канал! Не забываем подписываться! Если вы второй механик или третий механик, потому как здесь может быть и третий механик, и со второго. Вот такая каюта вас ожидает. Однокомнатная. В принципе, небольшого размера, я бы сказал. И напичкана всяким-всяким-всяким вот этим оборудованием. Столы, столы, тумбочки, шкаф. В общем, все. Все вот в этой вот маленькой каютке. Все на тебя давит. Кровать тоже стандартная. Когда вы ожидаете сменщика, обязательно нужно убрать каюту, привести все в порядок, чтобы человек приехал в чистую кабину. Подготовить для него чистое белье, полотенце, как сделал данный второй механик. Я бы сказал, что если бы я приехал в такую каюту, в чистую, с приятным запахом, ну, меня все бы устроило, я бы работал бы в комфорте. Иногда, когда приезжаешь на судно, и ваша каюта полностью не убрана, очень много грязи и пыли, поверьте, когда вы приезжаете первый день, вы и так в такой стрессовой ситуации, что вам нужна каюта, чтобы она была чистая. Хотя бы на мгновение ощутить себя в каком-то комфорте. А когда вы приезжаете, и каюта грязная, вы не убрали ее перед тем, как уехать. Вы сделали очень плохо человеку, который вас меняет. Потому что морально очень тяжело приехать из дома, оторвать себя от семьи, приехать на судно, да еще и в грязную каюту. Поэтому, ребята, всех прошу, неважно кто вы, матрос или капитан, пожалуйста, не запускайте свои каюты, убирайте их. И когда вы едете домой, пожалуйста, оставляйте за собой всю каюту чистую. Желательно, чтобы было чистое постельное белье и хотя бы одно-два полотенца. И очень важно, оставьте человека, который приезжает, хотя бы одну бутылку минеральной воды. Это просто проблема, с которой я сталкивался постоянно. Я приезжаю и никогда нет ни одной бутылочки воды. Подумайте заранее о человеке, который приезжает вас менять. Вода должна быть, ребята, вода должна быть. Как вот здесь, вот Виталик, это второй механик, который здесь работал, он сегодня уехал. Он оставил 4 бутылки воды. Человек, когда сейчас отработает рабочий день, будет переселяться сюда, у него будет возможность нормально отдохнуть. Выпить водички, потому как горло пересыхает, особенно в первые часы работы, очень сильно. Еще раз повторюсь, это очень большой стресс. Все, ребята, не буду много говорить. Если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Клод, сами субскрайбили, подписаться. Все, до встречи в новых влогах. Клод, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok